Привет! Заждались заливки жидкого пластика в силиконовую форму из прошлого видео? Сейчас всё будет! Ух! Чё! Но сначала хочу сказать огромное спасибо вам, мои зрители, подписчики, потому что под прошлым видео была огромная активность. Лайки, комментарии, куча сообщений в личку. Это приятно, спасибо! Ну а теперь к пластику. Вот силиконовая форма из прошлого видео. И есть ещё вторая вот такая форма. Это тоже Бэтмен, но с немного другим лицом. Хочу заметить, что в прошлом видео я упустил момент с углублением в ванной резервуаром для пластика. Оно нужно для того, чтобы когда мы будем наливать сюда пластик, он не растекался по всем сторонам, а был вот в этой ёмкости. Сделать углубление можно заранее, когда формируете форму из пластилина, либо, как я, просто вырезать ножом и всё. Ну и теперь, чтобы получить копию, сюда нужно залить жидкий пластик. Самый распространённый жидкий пластик – это двухкомпонентный. Берётся компонент А и Б, смешиваются в каких-то пропорциях, и через какое-то время получается обычный твёрдый пластик. Разновидностей пластика полно. Есть мягкие, твёрдые, крепкие или хрупкие, резиноподобные, пенообразные, лёгкие или тяжёлые, ну и так далее. Я покажу самые обычные пластики, которыми пользуюсь я. Я считаю, это одни из самых универсальных пластиков, которые можно использовать вот для таких, например, фигурок или каких-нибудь деталей. Лично для меня фаворит среди пластиков – это Smoothcast 305. Это американский пластик и один из самых лучших. Плюсов в сравнении с другими пластиками у Smoothcast немало. Хочу отметить, что он очень текучий, очень жидкий, проникает в любую сложную форму. Смешивается он один к одному, что очень удобно. Время жизни у него около 6 минут, за которые успеваешь и дегазировать, и поставить под давление. А застывает этот пластик за 30 минут, что тоже очень быстро. Причём отлитым изделием можно пользоваться практически сразу. Уже через час пластик набирает полную твёрдость. Ещё отлитки получают белого цвета, что тоже очень удобно, если нужно этот пластик потом красить. Минус у этого пластика только один – это его цена. Вот за такие две канистры весом 7 кг нужно отдать примерно 7000 рублей. Получается это в районе 1000 за килограмм. Запомни. Второй пластик, которым я пользуюсь – это Aspol One. И сразу же главный его плюс – это цена. За вот такие две канистры общим весом 10 кг я заплатил 4200 рублей. Это 420 рублей за килограмм. То есть по сравнению со Smooth Pass там Aspol дешевле в 2 раза и даже чуть-чуть больше. Для удобства я наливаю пластик вот в такие небольшие бутылки. Это бутылки из-под молока. Так что на заметку. Кстати, здесь залит сейчас пластик Aspol One 6-минутный. Но также бывают и трёхминутные пластики. Трёхминутный – это подойдёт для открытых форм и несложных рельефов. А вот шестиминутный пластик нужен для того, чтобы успеть залить закрытую форму, поставить в камеру вакуума, в камеру давления и получить отличную отливку. Среди дешёвых пластиков у Aspol'а очень хорошая текучесть. Он проникает в сложные формы. Есть и нюансы. Этот пластик, он получается не белым, а немножко желтоватым. Цвет слоновой кости. Также у Aspol'а после 30 минут затвердевания изделие немного мягкое. Его нельзя использовать сразу. Нужно, чтобы оно отлежалось несколько часов и набрало полную твёрдость. В целом, за стоимость в 420 рублей за килограмм я этим пластиком доволен. И, кстати, покупаю я этот пластик на сайте dyson.ru. Я оставлю ссылку в описании. Если хотите, можно купить этот пластик. А если вы скажете, что пришли от меня, от HardZenon, то, возможно, вам дадут скидку. Хотя мне уже в последние разы не давали скидку. Но вам обязательно повезёт. Это основные пластики, которыми я пользуюсь. Smooth Cast 305 и пластик Castball One. Также я пробовал разные другие пластики. Например, пластик Jetty Cast. Он тоже дешёвый и напоминает Castball. Но после застывания он становится твёрдый, но очень хрупкий. Он легко скалывается. И мне не понравилось. Ещё я пробовал пластик от сайта KREMENY.RU. Это русский производитель. Они делают и полиуретан, и силикон, и пластик. И про пластик я могу сказать, что вёдра у них классные. Железные такие, с застёжкой. Скорее, этот пластик подойдёт для открытых форм, для каких-то строительных штук, типа лепнины, декоративных камней. Но никак не для мелких деталей, типа фигурок и тому подобное. Минусы пластик в том, что он не супер жидкий. Смешивается в пропорциях 1 к 1 и 2, что очень неудобно отмерять. Также один из компонентов засахаривается. Его нужно постоянно разогревать, чтобы он был жидким. Ну, в общем, неудобно. Для строительных целей, да, но не для каких-то мелких деталей, как в моём случае Бэтмена. Я бы им точно не отвивал. Хотя прошёл уже год, как я им пользовался, и, может быть, там что-то поменялось. Можете попробовать. Также я знаю пластик из Ефло. По отзывам он неплохой, но я не пользовался. Ну и давайте зальём пластик. У меня есть две формы. И в одну я залью пластик SmoothCast 305, а во вторую я залью Коспол Ван. Сначала будем заливать SmoothCast. Отмеряем в разных тарах компоненты А и Б. В моём случае это равные части, что и означает смешивание один к одному. Ах да, про смазывание формы. В среднем форма рассчитана на 30 хороших отливок. Первые 5 отливок форму смазывать не нужно. Далее форму можно сбрызнуть вот такой силиконовой смазкой. И оставить на часок, на два, или даже лучше на ночь. И весь силикон впитается в форму. Вообще смысл в чём? Что жидкий пластик, он высасывает масла из силикона и начинает сушить саму форму. И когда форма совсем уже подсохнет, 30-е отливки, силикон начнёт прилипать к пластику. И при доставании копии силикон может прилипнуть к пластику, и вы просто порвёте форму. Вот для этого и брызгается силиконовая смазка, чтобы как можно дольше сохранить силиконовую форму. Минусы силиконовой смазки в том, что где-то на 20-е отливки, когда сбрызгиваете форму, силикон уже не сильно впитывается и остаётся на отливке. И отливка получается как бы лапкая и масляная, что не очень хорошо. А когда нужно сделать немного копии, штук 10, например, но качественных, использует тайк, та же самая детская присыпка. То есть этот порошок просто насыпают в форму, берут кисточку, размазывают по всей форме, а потом заливают пластик. И отливка получается с матовой поверхностью, немного шершавой, которую очень хорошо и легко покрасить. Также можно побрызгать восковой смазкой. Получается практически то же самое, что и тайк. Ну и почему бы не использовать всегда тайк? Зачем тогда силиконовая смазка? Потому что по моим личным наблюдениям, тайк, мне кажется, сушит форму намного сильнее. И когда брызгаете силиконом, форма служит немножко подольше и можно сделать побольше отлива. Берём уже два налипит компонента, выливаем в третью тару и хорошо размешиваем. Можно тут же поставить в камеру для дегазации и выкачать воздух. Но я пренебрегаю этим и сразу заливаю форму. Сейчас нужно делать всё быстро, потому что пластик будет жидким около 5-6 минут. И заметьте, в форме всегда должно быть два отверстия. Одно отверстие – это вход для пластика, а второе отверстие – это выход для вытесняемого воздуха. На данном этапе, если нет никакого оборудования, просто простукиваем всю форму со всех сторон, наклоняем немножечко, стараемся выпустить весь воздух, который там есть, и просто оставляем его до затвердевания на полчаса. Но таким способом идеальные отливки не получатся. Будет всегда место, куда пластик не смог забраться и останется воздух. И на отливке потом будут такие маленькие дырочки, что не очень хорошо. Поэтому всё-таки нужна моно-вакуумная камера для дегазации и давления. Лично у меня самодельная, сваренная из газового баллона. Но можно купить и готовую. Например, на сайте rfham.ru есть камера CVD-200, стоит в районе 13 тысяч рублей. Для небольших деталей, отливок, фигурок я считаю самое то. Ну а где камера, там и вакуумный насос для вакуума, соответственно, ну и компрессор для давления. Вакуумный насос я рекомендую с производительностью от 150 литров в минуту. Этого будет достаточно. Ну а компрессора хватит любого с ресивером от 25 литров. Итак, ставим форму с залитым пластиком в камеру для дегазации и выкачиваем воздух. Можно заметить, как сначала из формы вышли большие несколько пузырей. Это именно воздух, который остался в форме. И сейчас это место заполнилось жидким пластиком. Далее начинают подниматься маленькие пузыри. Так называемое кипение пластика. Это выходит воздух из самого пластика, который изначально даже не виден нашему глазу. Останавливаем насос и спускаем воздух. Даем пластику расслабиться и растечься в форме. И сразу выкачиваем воздух снова, чтобы укрепить эффект. Но стараемся не доводить до кипения. Как начинают виднеться маленькие пузыри, сразу останавливаемся и спускаем воздух. И так еще делаем пару раз. Дальше эту форму помещаем в давление. На камеру вставим другую крышку и нагнетаем около 5 атмосфер, 5 бар. Просто ждем 30 минут до затвердевания пластика. Итак, прошло некоторое время. У меня есть две залитые формы. В одной Smooth Cas, в другой Cas Paul One. И сразу видно, что есть где. Здесь белоснежный цвет, здесь немного желтоватый. Давайте посмотрим, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Сливки готовы, очищены от ледника. Можно еще, конечно, зашкурить и будет вообще отлично. В целом я доволен обоими пластиками. Smooth Cas 305, как всегда, идеален. Это сразу готовое изделие, без изъянов, без пузырьков. Уже не гнется. Пластик полностью затвердел. То есть это уже готовое изделие к использованию. Cas Paul также классно получился. Весь рельеф, все передано. Но единственное, есть небольшой пузырик на подбородке, он не вышел. И небольшие пузырики в самом низу. Но здесь их не будет видно, когда он будет вот так на холодильнике. Поэтому я считаю, все отлично. Ему нужно набраться полной твердости. Потому что сейчас он еще, видите, немножечко гнется. Такой мягенький. То есть его даже можно надавить, и он немножечко проминается. То есть он, конечно, уже твердый, такой резиноподобный. У меня есть давнишняя отливка из Cas Paul. Она уже полностью затвердела. Правда, немножко покрашена, но ничего. Сравните по звуку, насколько разный. То есть это пластик уже полностью твердый. Он никак не гнется. Отличный пластик. В принципе, это все, что я хотел рассказать про отливку какого-либо изделия. Теперь вы умеете, ну или по крайней мере знаете, как сделать копию какого-либо изделия. Кстати, Бэтменов я уже покрасил. Получились вот такие вот красавчики, зацените. То есть один более злой, другой с небольшой улыбкой. Получилось прикольно. Я уверен, у вас есть куча вопросов, поэтому спускаемся в комментарии, пишем все, что вы думаете, какие-то вопросы и так далее. А еще можно поставить лайк. Спасибо за просмотр. Я Хардзенэн. Пока! Знаете, как я их храню? Здесь же магниты. Просто берем и железную полку снизу примагничиваем. Экономится место. Продолжение следует... А1-4-5-5-5-6-5-6-7-7-7-7-8-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-8-7-7-8-7-8-8-8-7-8-7-9-8-8-7-8-8-9-8-8-8-8-7-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-9-8-9-8-8-7-9-8-8-8-8-7-8-8-8-9-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8. Продолжение следует...